Приветствую всех любителей астрономии, с вами как всегда Даншир, и сегодня у нас будут такие советы или лайфхаки для тех, кто занимается практической астрономией. Сразу скажу, что это не будет такая банальщина типа того, что телескопу нужна термостабилизация, или что дипскаю нужно чистое темное небо без засветки. Это будут такие более узкоспециализированные советы, о которых вы, возможно, даже и не задумывались. Если видео будет вам интересно, то пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. А мы начинаем! Первый лайфхак связан с экваториальными монтировками. Дело в том, что на большинстве бюджетных экваториальных монтировок стопорные винты по оси прямого восхождения выполнены в виде такого болта, который можно полностью выкрутить. И когда мы закручиваем такой болт в монтировку, мы оставляем довольно глубокую выбойну на центральном стержне монтировки, тем самым механизм помаленьку немного портится. Чтобы эту проблему решить, нужно найти какую-то альтернативу, то есть болт с плоским концом. Либо же взять заводской болт от монтировки и сочить у него конец наждачной бумагой. Так, думаю, будет даже проще. В данном случае я использую такую загнутую резьбу, она и по форме удобная, и конец у нее сточенный. Следующий лайфхак поможет вам с креплением ласточкин хвост. Я рекомендую просто обмотать его скотчем или изолентой. За счет такой конструкции, когда вы будете крепить телескоп на монтировку, стопорные винты будут как бы немного вонзаться в этот слой изоленты, и за счет этого конструкция будет немного надежнее. Следующий лайфхак будет полезен тем, кто занимается астрофотографией с использованием такого адаптера на смартфон. Для него нам понадобится взять два аналогичных другого окуляра. Первый окуляр мы засовываем в адаптер и крепим к нему смартфон, но в данном случае без смартфона, потому что я на телефон снимаю. А второй окуляр мы засовываем в фокусер телескопа. Визуально наводимся на объект, фокусируемся по нему, и теперь просто заменяем окуляры. Вытаскиваем второй окуляр и вставляем первый окуляр с адаптером. Теперь вам не придется каждый раз подключать адаптер к окуляру, тем самым теряя кучу времени и теряя наблюдаемый объект из поля зрения. Ну а следующий лайфхак поможет нам наблюдать планеты в телескоп со светосильным сферическим зеркалом. К примеру, у нас телескоп с фокусным расстоянием 650 мм и диаметром объектива 130 мм. Светосила такого телескопа 1 к 5. Если это сферическое зеркало, то на больших увеличениях картинка будет нечеткой. Эта проблема решается довольно просто, нам нужно изготовить вот такую вот бленду, и в данном случае нам нужно сделать вне отверстия диаметром 80 мм. Таким образом мы уменьшаем апертуру телескопа и соответственно уменьшаем его светосилу с 1 к 5 до 1 к 8. И все сферические аберрации практически полностью исчезают. Способ конечно не идеальный, но другого мы ничего поделать не можем. У меня у самого такой телескоп и я этот лайфхак активно использую. Точно так же можно самостоятельно изготовить маску Бахтинова и, кстати, как и на видео, хранить ее прямо в трубе телескопа. Так она и проживет дольше и будет всегда готова к использованию. Кстати, если у вас, как и у меня, нет нормального крепления для искателя, типа ласточкин хвост, то можно самостоятельно его сделать из дерева, это довольно просто. Также рекомендую после покупки монтировки все резьбовые элементы на ней дополнительно смазать солидолом или ВДшкой. Также можно выгнать вот этого жирного кота с его лотка и поставить на его место кружку с горячим чаем, чтобы во время наблюдений пить чаек. Также рекомендую абсолютно всегда на наблюдения брать с собой какие-нибудь средства самообороны, будь то вот такой деревянный меч хотя бы или персовый баллончик. Кстати, это тот же самый баллончик, на который я делал обзор. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, любите астрономию, животных, берегите себя и своих близких. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»